Формирование комфортной городской среды. Само название приоритетного проекта говорит о том, каких целей хотели добиться его участники. В городе Шилка благодаря программе на площади мира появился новый фонтан и пешеходные дорожки. По случаю открытия обновленной общественной территории, за благоустройство которой проголосовало большинство шилкинцев, состоялся праздничный концерт с исполнением песен собственного сочинения. На все благоустройство в Шилке, включая несколько дворовых территорий, ушло 4 миллиона 447 тысяч рублей. Причем из городского бюджета было потрачено в рамках программы 796 тысяч. А это уже город Нерченск. У самого берега здесь расположилось несколько жилых домов. Люди, которые проживают по улице Бекетова 1 и 3, очень активные и творческие. Вот так весело они празднуют открытие их благоустроенных дворовых территорий. Причем сами они принимали в работе живое участие. Придумывали дизайн площадки, собирали деньги. Получилось около 100 тысяч рублей. Устанавливали и красили сооружения на детской площадке, за что сегодня их отметили грамотами и благодарственными письмами. Не забыли поощрить и подрядчика, ведь получилось, как задумали, красиво и комфортно. А я хочу, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате идется по двору. Дорогие нерчане, я хочу от всей души и очень искренне поздравить вас с этим событием, с появлением такой замечательной дворовой территории. Мы, когда проект начинали, я, честно говоря, даже не думал, что получится так здорово, так красиво, так уютно. Вот теперь на берегу Нерчи появился такой замечательный двор. У нас тут без разрешения забрали ленточку. Нам ее нужно перелезать, чтобы войти в этот ленточный свет. Правда? Правда. И я думаю, что это сделали вы. Я? А в другом микрорайоне, который носит название «Заводской», разрезать красную ленту не получилось сразу. Вредная Шапокляк украла этот атрибут перед самой церемонией. Но все разрешилось в итоге благополучно и очень даже весело. Сразу видно, что всем по душе преобразование в городе. Ведь на месте старых развалин вскоре зазеленеют деревья. Пока их место обозначили комнатными растениями. Но с приходом весны в новом сквере, который назвали, как и микрорайон, «Заводской», появятся ильмы, яблоньки и акации. С нами танцуют вместе с нами. Все знаем, мишеня снимает напряжение. Ай, будет круто! Ай, ай, будет круто! Так же, как и на улице Бекетова, в «Заводском» поощрили всех активистов. Ведь благодаря им удалось привлечь федеральные средства на благоустройство дворов и общественных территорий. Рядом со сквером Нерчане самостоятельно обустроили поле для мини-футбола. Финансовый вклад местных жителей, ворота для футбольного поля, спортивный инвентарь, а также беседка в сквере. 59 тысяч рублей собрали на эти цели жители Нерчинска. И, похоже, им очень нравятся изменения в облике их старинного города. Города, который когда-то претендовал на звание столицы Забайкальского края. Светлана Тулунова, Дмитрий Пенигин. При содействии и прислужбе Министерства территориального развития Забайкальского края.